Музыка За последние 20 лет рождаются индивидуальные дети. Воспитывать их невозможно нам, в среде, потому что они значительно выше разума. Это почему и с 5-й раз до 20-ти лет эволюционируют люди? Во-первых, вы понимаете, что такое 5-й раз, у меня могут быть совершенно разные понятия, понимаете? Но если мы говорим, что 5-й раз мы говорим о своем человечестве, то дети рождаются именно человеческие дети. Они не 6-я, а другая раса. Почему появились дети? Дети по одной простой причине. Было несколько причин. Одна из причин были уничтожены генераторы, которые блокируют мозг человека, не позволяющие ему развиваться. Но в этом столике он был уничтожен. В результате этого мозг человека начинает развиваться нормально. Потом... Кто уничтожен? Вот, подождите. Какое имеет значение, кто уничтожен? Важно, что уничтожен. Плюс, если мы говорим о том, что у Лютика есть сущность, то есть взрослые родственные люди, как и у семечек. Так вот, развитие человека происходит по образу подобной сущности, которая уходит в момент зачатия. Так вот, раньше сущности, который был, то, что называют душа, сущность и так далее, это не важно. Многие сущности нарабатывали отрицательную карму, так называемую, хотя это слово, но понятие это... Качественно блокирует свое развитие. Так вот, относительно недавно сцикулирующие сущности нашей планеты были осуществлены отрицательной блокировки, и поэтому новые сущности, которые воплощаются, не имеют блокировок. И они начинают развиваться гораздо более эффективно. Но, опять-таки, даже дети Индиго рождаются с животными. И должны пройти все те же самые фазы, как и мы с вами. И если вы, к примеру, правильно будете развиваться, то вы можете достичь уровня развития гораздо выше, если правильно развиваться, чем те же дети Индиго. Если найдете метод, как и что. Понимаете? Поэтому, когда пытаются говорить, что вот, типа, вот мы такие примитивные, мы должны вымереть, а пойдет новый раз. Зачем? Нужно развиться, и развитие самого человека в этом долгокачественном уровне. Это и будет новая раса. Просто люди эволюционно продвинутые. Но для этого нужно, опять-таки, развиваться, и развиваться правильно. Потому что любое действие, которое мы совершаем в нашей жизни, влияет на нас и оставляет отпечаток. И зависит от какого это действия, какого качества, на что оно влияет, какой отпечаток оставляет, и где этот отпечаток оставляется. Мы можем и идти вверх, и идти вниз. И это, опять-таки, не какой-то философский поэзии, абсолютно реальный процесс эволюционного развития живой материи, которая многомерна по своей структуре. И пока мы живы, это единое целое. И когда мы умираем, вот эта вот филийская оболочка отпадает, не ставили больше обеспечивать другим. И мы разделяемся. Но того, как мы умрем, мы просто единое целое. Именно это единое целое и существует, как живая материя. Именно это единое целое и может мысль. Потому что, как ни пытались найти мысль в нейронах мозга, ее не нашли. А мы свои мысли, да? То есть записать мысль чисто электромагнитное требование, которое записывать, невозможно. Потому что биохимические процессы, электрохимические процессы, которые происходят в нейронах мозга, не являются мысльными процессами. Мысльные процессы происходят на совершенно других уровнях. Именно поэтому, когда человек приходит к нему, время и умирает, если повезет, выднется, то станет, если смерть ведется назад, он может видеть свое тело со стороны, он мысль чувствует, понимает все. Потому что мысль, мышление, наша личность находится не на физическом уровне. Физический уровень – это фундамент. Это, как говорится, основа того, что является человеком, и не только человеком, начиная даже с вируса. Вирус имеет другой уровень. Только, конечно, гораздо более примитивный, чем он. Но опять-таки, если бы не было вируса, не было бы никакой эволюции. Потому что, как ни странно, именно вирусы проникают в простейшем организме, которые возникли в промере их развития. Потому что они существовали в параллельных, с более развитиями, потом возникшими организмами. Меняли их хромосомы, гемокреативный состав, изменяли их хромосомы. В результате чего возникали новые разновидности видов, которые постепенно усложнялись и переводили в более совершенную форму. Конечно, много было отрицательных мутаций, но положительные виды вперед. Поэтому, понимаете, эволюция, даже без эволюции жизни, невозможна без примитивного вируса. Вирус зародился первый на Земле, и он является дальнейшим механизмом эволюции. Как ни странно. Эволюция вирус 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 Продолжение следует...